Всем привет, с вами Андрей Чент, и это Говорит Украина. Слушайте, ну, на самом деле, очень давно не было выпусков. Да и как-то мало людей смотрело, но давайте, хорошо, давайте попробуем. В общем-то, если вы хотите, чтобы Говорит Украина, тоже такие вот трешовые, интересные форматы, вот вы ходили, дайте мне об этом знать лайком, комментарием, как-то, чтобы я понимал, что вы хотите. Типа, что бывает пишется чем-то, что только там один за всех, касается каждого, там, раньше ты снимал, Говорит Украина, что перестал. Ну, потому что я вот реагирую на ваши просмотры, на ваши реакции, я вижу, что вам больше нравится, и стараюсь, в общем-то, вот быть в потоке вместе с вами. Так вот, поэтому, если вы именно те, кто хотели, то поддержите. Выпуск у нас сегодня «Две невесты, одна свадьба». Вот так вот. Так можно было, судя по всему. Ну что, вы готовы? Усаживайтесь, улаживайтесь поудобнее. Не пожалейте лайка. И мы начинаем. Муж и жена на церемонию заявились в белых платьях. Мы не в церковь заприхован, в инсиалке говорим, мы хотим позаниться. В смысле муж и жена? Бот! Я ж тут начинал выпуск! Я ж... Я ж тут как бы думал, две девушки женились на... Хрена себе начало-то какое-то! Говорю, а как мы выглядим, это наше дело. Случай уникальный. Таких браков ни в России, ни в Украине еще не было. Это не маскарад. Одна из этих девочек на самом деле – мальчик. Муж и жена похожи друг на друга, как две сестры. Невозможно понять, где парень, а где девушка. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Не, ну вы знаете, вот что я могу сказать? Вот в Говорит Украина... Бывает такая вот... Я вот вспомнил, Говорит Украина, как помню, чувак пришел в юбке. Помните, смотрели, да? Кто не смотрел? Обязательно посмотрите. Чувак в платьичке. Там тоже я... Хрена себе тема! Это Говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Андрогены, как вы знаете, это мужчины, очень похожие на женщин. Неужели они тоже хотят создать полноценную семью? Неужели они рассчитывают иметь детей? В финале этой программы появится человек, который скажет, смогут ли эти две невесты создать полноценную семью. Одна свадьба двух невест. Вот тема нашей сегодняшней программы, друзья. Нет, одна свадьба невесты и мужика одетого в невесту. Что говорит Украина, об этом сегодня не можем молчать. Мы, здравствуйте, я Алексей Суханов. Итак, встречайте, пожалуйста, ту самую уникальную пару невест. Интересно, поймете ли вы, где... Не, ну там, да, ну, судя по всему, их могли расписать в ЗАГСе? Ну, да. Это он. Это она. Разный пол. Ну, типа, там, конечно, наверное, там кто расписывал, там они такие... Пришло тупо две невесты. Ну, ну... По закону, типа, ну не запрещено ж... Нет. Я, э, там, парень. Встречайте. Ну, я с... Давай-то, бля, ну... Бля, хреново знает, кто из них, типа... Знаете, и обидеть девку не хочется, ну, по... Бля... По плечам если оценивать... Да я даже вот так сейчас смотрю, кто из них мужик? Не, я знаю, как определить. Она должна заговорить. Я, когда вас представлял, я совершенно не знал, угадаю ли я сам. Ага, я же влюблю тоже, я смотрю. Кто мальчик, а кто девочка. Я пока не понимаю, Монро. Здравствуйте, добрый вечер, милые дамы. Конечно, я поняла сразу, в силу того, что... Мой опытный взгляд не обманешь. Так, хорошо, Виктор. Ну, вот, 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 бля... Вот это мальчик. Я не знаю, правда. А вы? У Монро свой опыт. У меня... Ну, это, по-моему, свой опыт. Да. Врачебный опыт. Да. Психиатрический опыт. И по походке я узнаю женщину сразу. Ага, хорошо, давайте зрители, значит, подождите-ка минуточку. А вот вы сразу поняли, кто парень, а кто девушка? Нет. Нет? Нет. Тоже нет, ладно. У меня нет такого опыта, поэтому я не сразу. Тоже для вас непонятно. Вы поняли или нет? Ну, вот, смотришь на них, ну... Ну, я предполагаю, не утверждаю, предполагаю, если мы знаем, что из них одна, это он. Наверное, для меня вот это он. Ну, не знаю, как-то КДК не там, хотя... Хотя, вроде, тут, блин, не факт, что это КДК. Ну, окей, делаем вот это... Бля, я не знаю. Короче, они должны заговорить. Вы не поняли, а вы? Нет, тоже нет. А вы поняли? Нет. Так, ну что же, интересно, уважаемые зрители наши, поняли ли вы, кто в этой паре невеста, парень, а кто девушка? Я вообще думал, выпуск начинаю, теперь две невесты, одна свадьба, думаю, две девки решили как-то каким-то раком, боком пожениться на одном мужике. Я такой, ну, хорошо, ну, типа, посмотрим, а тут хрена себе, я в шоке. Подождите, пожалуйста, разберемся чуть позже. Садитесь, прошу вас. Алина та Алиса разом... Алина и Алиса, блядь, кто из них он? Угадайте. Алина и Алиса. Майже рік. Кохання в них виникло з першого погляду, коли вони побачили одна-одну на вечерці. С тих пор вони нерозлучні, майже відразу розпочали спільне життя. А нещодавно вирішили одружитися. Поява двох наречених у Раксі здивувала і навіть шокувала всіх. В итоге нас, естественно, пустили, розписали. Это пацан. Нас выпендривали, скажем так, со словами, что значит лечить вас. Все был прав, та, которая была похудее, левее. Голос, как по мне, такой, вроде бы... Сейчас прикиньте, че он ошибся. Вроде голос немного такой, да? Надо позор с моей стороны и так далее, всему миру человеческого рода. Вот, наговорили гадости, но специально. Ну да, типа, получается, вот это вот девочка, а вот это вот мальчик. Ну, то, что я ей сказал. Или нет, или это девочка. Бля, я запутался, вот это мальчик. Вот это девочка. ...розуміються співслова. И лагідно називають одна одну кисами. А с кем должны быть кисы? А кисы должны быть с кисами. Да, слышно, тупо один женский голос, а другой какой-то вот. Кисы всегда должны кис... Вот девочка, все. Только с кисами. Как давно вы решили пожениться? Ну, это произошло более полугода назад. Алиса сделала мне предложение, когда мы поругались. Это было очень романтично. Да, вот, все, это вот чувак сидит. И я, конечно, сразу же согласилась, потому что очень ее люблю. И мы пошли отдавать заявление. А как все прошло в ЗАГСе? Они высказывали всякие в наш адрес неприятные вещи, когда нас расписывали, что нас нужно лечить, что мы позор семьи. То есть, получается, подождите, регистрируя, вам попутно говорили о том, что вы позор семьи, мы вас, конечно, расписываем, но вам надо лечиться, так? Да. Скажите... Слышно, Максим, да, вот, знаете, просто голос. Вот внешность там... Ну, вот голос, я так понимаю, очень сложно. То ли меняется, то ли ломается. Я не знаю, вот с голосом максимально сложно как-то что-то изменить. Пожалуйста, кто у вас в доме хозяин? Кто главный? Алина или Алиса? Я могу что-то принимать, какое-то решение, а вот с Алисой лучше не спориться. Простите, что мы вас перебиваем. Скажите, кто зарабатывает деньги в вашей семье? Мы вместе занимаемся... Чем вы занимаетесь? Нарачивание волос, стрижки, окраски. То есть, бьюти-индустрия? Да. А сколько вам лет? Простите. Мне уже скоро 24. 24, а вам? 19. Алин, вы любите Алису? Очень. Алис, а вы любите Алину? Очень сильно, кистью люблю. Кистью люблю. Скажите, пожалуйста, а что в вашем понимании любовь? Люблю кистью кистью. А любовь это вот когда понимаешь, что вот есть рядом родное, любимое существо, о котором хочется и заботиться, и ухаживать, и готова сделать для этого... Ты мое существо. Прикидай так ласково. Есть рядом любимое существо. Ты мое оно. Человеку все просто так, ни за что-то. Ни ради какой-то выгоды. Просто хочется все время быть рядом и радоваться, делать что-то хорошее. Алиса, а что для вас любовь? Я вот не знаю, что любовь, но то, что я чувствую к Алисе, ой, к Алине, господи, это вот, знаете, хочу о ней заботиться, нежность, постоянно хочется вот, знаете, вот прям кися, 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 вот так вот сминать и тискать. Алиса, ну вы считаете, что у вас обычная семья? Да, считаю, что с обычной семья. И вы планируете заводить детей? Да, планируем. А когда? Кися будет жахать кисю. Писей. Две невесты переспят. Ну это будет зависеть вот в ближайшие годы, то есть как вот и стабильная жизнь будет наважена, все хорошо. Ну вы уже хотите детей, что ли? Да, в принципе, если даже сейчас, то вот. Прям здесь в студии давайте. Хрены вот там, господи, чё это? Да, прям сейчас. Сейчас такое Суханов. Почему бы нет? Прошу! Возможно. Пойду спрошу у зрителей, как они вообще реагируют на это. Так, прошу вас. Почему нет? Если им комфортно так, если им это нравится. Пусть живут, наслаждаются вообще жизнью, свое удовольствие. Я считаю, молодцы девочки. То есть вас это совершенно никак не смущает? Абсолютно, я считаю, вообще молодцы умнички просто. Я не согласен, я считаю, это ненормально, потому что парень должен выглядеть как парень, девушка должна выглядеть как девушка. Вот, так заведено природой, так оно и есть. Не устарела ли все-таки вот эта вот, эта установка? Я считаю, что не устарела, так всегда было, так всегда должно быть. Итак, друзья, сегодня здесь, в этой студии, в студии такшоу, говорит Украина, две красавицы на самом деле. Это официальный муж и жена. Я на самом деле, честно, до сих пор не уверен, кто же из них муж, а кто... Ты что, дурак или что? В смысле не уверен? Он как только рот открыл, там уже все стало понятно. Не уверен. Жена у меня есть, конечно, подозрения, но все-таки уверенности особенной нет. Интересно... Это вот это вот, угадаете ли вы? Ну, в начале, когда вышли, я согласен, вот это вот, уверенности нет. Но когда они начали говорить, извини, ну там, ну там явно, там прям явно слышно. Распознали ли вы среди них парня? Неужели мужчина действительно может выглядеть так женственно? Этот секрет мы обязательно раскроем. И уже сейчас, друзья... Да, это она, ей 24, а ему 19. Да, да, да. Женщина точно знает, кто же мужчина в этой паре. Встречайте, пожалуйста, Елену. Лена, раскроите, пожалуйста, секрет. Кто же в этой паре парень? Подумаешь, беном Ньютона. Конечно, вот мой сын Митя. Позже, а я... Это сын Митя? По голосу вообще бы не сказал бы. Справа от Алисы. Да, вот, право. Дим, поднимите руку. То есть, вот эта девушка, это ваш сын. Совершенно верно. Митя. 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 Внимание на экран, друзья. Дмитро – единый сын Олени. Вона всю душу в него вклала, любила и позволяла все, что он хотел. Футбол, парк. Православная журналістика. Емо. А еще он в ней розумник. Так добре знает химию, что даже занял четвертое место на Всероссийске. Ну, что понял, что надо принимать барбитурат. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи. В Киевской Олимпиаде. Ким тільки ее сын не был. И чим тільки не займался. Вона знает, как важно для развития личности экспериментовать. Олена знает все про правильное выхование. Вона – шкільный психолог. Подождите-ка, то есть вас совершенно не удивляет, что ваш сын очень похож на девушку? Очень похож? Нет, вообще не похож. Вообще ни капли. Меня это не удивляет. Но дело в том, что это же ни с того, ни с сего. Для людей, которые только что обнаружили, для них, конечно, это будет шоком. А я же Митю родила. Я сразу видела, что там писюн лишний. То есть Дима всегда был таким? Да, он только родился, хотел уже оторвать. Он дерг, 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 дерг. Я говорю, не трогай, а он дерг, дерг. Нет, Митя никогда таким не был. Митя стал таким в последнее время. Ну, для меня важно то, что у человека внутри, а то, как человек выглядит, это его дело. То есть вы убеждены, что у Мити это пройдет? Что это он так экспериментирует, балуется? Все может быть. Нет, ну, если эксперимент, если это игра, то игра, наверное, серьезная. Для вас это что? Вот для мамы это что? Ну, пожалуй, что да, серьезный эксперимент над собой. Для чего он, вашему сыну? Для того, чтобы стать совершенным и счастливым. Скажите, пожалуйста, вот решение, решение вашего сына и его девушки зарегистрировать брак именно вот в таком виде. Это было решение детей или они с вами советовались? Нет, они сами решили. А вы ведь были на свадьбе. Да. Да, вы были на свадьбе, но мы фоток ваших еще не видели, поэтому есть резон посмотреть. Будьте добры, дайте их нам на экран. А почему там было мало так гостей, кстати? Не приглашали. Специально не приглашали? По-видимому, да. Как вы думаете, вот все-таки такой выбор, такой выбор костюмов, образов для регистрации брака, это все-таки пиар или что? Ну, это логично. Раз Митя начал ходить в платьях, то логично, что и, собственно, на свадьбе он будет в платье. Слушайте, а как так получилось, что Митя стал Алиной? В возрасте 18 лет примерно, нет, немножко раньше, начались эксперименты с внешним видом, тогда, когда... Да, экспериментировался. Интерес к девушкам возникает. Интерес к девушкам возникает раньше. Интерес к девушкам возникает раньше. Ну, Митя был в 17 лет. Да, поэтому перед экспериментами с внешностью были эксперименты с поведением, так называемый пикап. Например? Пикап. А, пикап. Самым успешным у девушек оказался очень смазливый мальчик, похожий на котенка в стиле такой визуал-кей. Ага. Шо? Такой, ты похож на котенка. Какой-то хорошенький. Поэтому начался дрейф какую-то вот в эту сторону. Больше всего внешне Эмма были, челочники похожи. Ну что же, маму Алины нисколечко не смущает. Я помню, Эмма это вот моя такая прям вот подростковая история. Да, было. Сейчас, наверное, ну, они есть, мне так кажется, но это уже такие более единичные истории. Раньше, да, это ты шо, Эмма, это, блин, их до хрена было. Эмма, панки. Прямо, и они друг друга не любили. В основном панки клепали Эмма. Хотя были такие Эмма, что тоже их шли махаться, эти черные волосы. Эти глаза накрашенные. Не удивляет, не шокирует, не возмущает женский образ ее сына. Более того, она называет это такой серьезной, действительно где-то опасной игрой. Скинхеды. Но, собственно, Алина ведь женился. И это все серьезно. И, возможно, ей скоро придется нянчить внуков. Ну, знаете, очень жаль. Вот я слушала маму. Мама говорит, что это их выбор, да? Я правильно понимаю? И она этот выбор уважает. Но, к большому сожалению, этот выбор остановился на внешних качествах. И эти внешние качества не имеют никакого отношения к духовности. А, ну вот внешние качества. Вот Алина, она девушка. Просто с другими как бы органами. Вот она и выглядит как девушка. Просто девушка с яйцами. Ну, здесь такая, ты женщина с железными яйцами. Ну, вот это вот прямой пример. Подождите. А Алина, Алина, это парень. Я, как человек-то, она девушка. А как вы себя чувствуете? Я себя чувствую девушкой. А, я живу с ней, живу с ней как с девушкой. А, вы как с девушкой с ней живете? Да, я с ней как с девушкой живу. А, подождите-ка, не понял я. Значит, вы с Алиной живете как с девушкой, имея некий бонус там? Ну, да. Внимание на экран, друзья. Я не встречаюсь с парнем, который видит как девушка. Я встречаюсь с членодевкой. То есть с девушкой, у которой есть члены. Ты с парнем встречаешь? Нет, я встречаюсь с членодевкой Хуй, боже мой А тут начало попахивать Таиландом Ну с девушками приходилось там Не, реально, в Таиланде эта штука очень популярная То есть в ржоте, так как и я То там этих членодевок на самом деле Там ты шо? Там прям, вот там прям конвейер Что-то за меня это тут Уже все есть Извините, пожалуйста, простите За такой вопрос, у вас секс традиционный? Ну да Ага, как мужчины И членодевки И женщины Да Ну в принципе, понимаете, лесбиянки могут так же делать, только со стропоном Наталья, вы что-нибудь поняли? Ну, как мне кажется, вопрос здесь такой К чему вы хотите себя привести? Вы будете избавляться от половых органов или оставите их себе? Нет, не собираюсь Это желание ваше или вашей жены? Это мое желание То есть вы хотели бы остаться со своим достоинством, как говорится, мужским Хозяйством В таком случае вам нравится просто переодеваться в женщину И превращаться в женщину, сохраняя фалос Я хочу быть членодевкой Но это не переодеваться, понимаете? Но я себя ощущаю девушкой, да? Ну так возьми, отрубай Нахер на тебе надо? Ну вот я люблю свою жену, да? Вот я с ней живу, да? Так вы ощущаете себя девушкой? Оставляете себе фалосы, а не ее? Есть женщины, которым нравится женщина Они мечтают себе кое-что приделать, да? А мне вот не нужно, вот и все, понимаете? При этом вы ощущаете себя девушкой Девочки, ну признавайтесь Кто мечтал себе пиписянда приделать, а? Давайте, давайте, не стесняйтесь Не скрывайте свои фантазии Смотрите сразу, хотели, да? Чтобы у вас там что-то болталось Вот так вот Да Давайте сейчас посмотрим, как вы перевополучились Внимание на экран, друзья Вот, собственно, как вы менялись Это детство Совсем уже такое Давнее детство Вот, пожалуйста, как это называется Отрочество, наверное, да? 14 лет Да, сразу видно, девочка 14 лет Юность, пожалуйста Вы подросток О, все, вот это Эмо Вот это уже период Эмо Да Сколько он, кстати, длился? Ну, больше всего года три, получается И вот после этого трехлетнего периода Вы вдруг поняли, что вы должны быть девушкой? А само получилось Как это, как ты само? Ну, вот так просто Я вот была неформалом И потом мне на улице стали со мной обращаться Общаться, обращаться Девушка, девушка Потом я к этому привыкну А что вам нравится Вот в этом ощущении быть девушкой? А девушки, мне кажется, они мягче Нежнее, цеплее Это Крайс, это стремление к красоте Это ухоженность за собой То есть некая культура, поведение А мужики, обезьяны, вообще за собой не ухаживают Бомжи Я не люблю Подождите, девушка, это грудь, это бедра Это внимание мужчин Хотя я понимаю, что в душе вы девушка, лесбиянка Правильно? Да То есть вы себя ощущаете девушкой У которой влечение к женщине Правильно? Правильно Давайте разберемся Потому что когда ходим вокруг да около Это гомосексуальная связь Алиса Потому что он парень Скажите мне, пожалуйста Теперь вы мне могли бы ответить Алиса Да, мне нравятся девочки А вам нравятся конкретно девочки? А мальчики? Мальчики нет Мне нравятся члены девочки Мальчики не нравятся Нравятся девочки с писюнами Тебе надо еще поехать в Талант Там тоже много таких вариантов В вашей семье, Алиса, вы, простите, пожалуйста Значит, лесбиянка Да Так, значит, Алина, Митя пытается, собственно, подстроить себя под тот образ, который вы вожделеете Нет, а когда мы с ней познакомились, она говорила о том, что хочет быть девушкой Я с ней познакомилась как с девушкой Ага, Наташа, прошу вас Есть одно слово, мне кажется, это мое мнение, которым это можно все определить Аномалия Вот есть такое слово, аномалия И в чем же эта аномалия выражается? Аномалия? Да Это что вообще такое? Девушка-мальчик-мальчик-девочка Ну что? Нет, ну что? Это жизнь 2014 года Какая разница? Мне больше всего не нравится, когда какие-то извращения, пороки пытаются объяснить 2014 годом Почему извращение это? Я вот не считаю это извращение Может быть, сейчас и с мужчинами это и есть как раз-таки извращение с мужчинами Что вы говорите? Если вы считали по-другому, по-другому себя вели Скажите, вы верующие люди? Да Верующие? Вы ходите в церковь? Хожу Что вы говорите? Вы читали Библию, Евангелие? Да И все вы знаете об этом, да? Знаю Что есть мужчина и есть женщина А вы знаете, что Бог есть любовь? А любовь есть я? И значит, Бог есть я Вы знаете, что я люблю вас И в то же время я люблю Наталью, я люблю Алексея, своего ребенка и кофе И мы этим словом называем совершенно разные чувства Одна свадьба двух невест, друзья Вот тема нашей сегодняшней программы Итак, две невесты официально расписались в ЗАГСе Алиса сделала мне предложение, когда мы поругались Очень сильно кистью люблю Одна и... О, так это еще и сделала ему предложение О, Боже! Из невеста андроген парень с девичьей внешностью Обе невесты в момент регистрации были в свадебных платьях Да, серьезный эксперимент над собой Вот есть такое слово аномалия Аномалия Вот мой сын Митя АПЛОДИСМЕНТЫ Смогут ли эти невесты, сможет ли эта семья создать полноценные отношения? Как это там называется? Ячейка общества Да, прошу вас Скажите, в вашем доме вообще мужчины были там как-то так? Появлялись? Да Я вдова уже 20 лет И честная вдова У меня никаких сожителей, никого не было А, то есть так Да, но у нас в семье достаточно бабушек Ой, достаточно дедушек и дяди И мужских образцов поведения То есть вы воспитывали своего ребенка по своему уморазумению Женском своем понимании Правильно я вас понимаю, да? Я очень его опекала и очень много потакала чему-то Где-то не нужно было Я хочу вот что сказать По большому счету мне всех очень жаль Мне очень жаль маму Потому что как бы она блестяще не держалась Я вообще с трудом могу себе представить Что происходит в ее душе Я надеюсь Я надеюсь, что вы понимаете Что не произошло это вчера Когда они встретили друг друга И снизошло озарение Вы потакали Вы потакали своему сыну Я не знаю ничего о родителях Алисы Я не знаю, в какой она семье жила Но в ней же это тоже не произошло вчера Алиса, расскажите о своих родителях, пожалуйста Ну я дружу с моей мамой Я в дружеских с ней отношениях Мы с ней не общались почти никогда Как мама и дочка Снова как две подруги А папа, да? Я не общаюсь с ним в очень плохих отношениях И не хочу общаться Что такое случилось? Потому что мы еще с детства с ним конфликтовали Алисенька, вы жили в семье, где были мама и папа все-таки? Да, где были мама и папа Они жили вместе Но потом они развелись Сколько вам лет было? Мы часто разъезжались там на какое-то время Но окончательно, когда мне было Сейчас скажу, 14, по-моему А папа что? Как-то к вам плохо относился? Все-таки он вас бил и еще что-то? Он пытался, короче, сделать из меня мальчика Это как-то? Но он одевал меня под мальчика Стриг меня под мальчика И говорил мне при этом, что я страшная Вот о чем я и говорю Что все начиналось с семьи Вы слишком много предполагаете Вы понимаете? Да, прошу, Алин, прошу Вы слишком много предполагаете Все ваши слова это одни догадки Понимаете? Что-то, почему-то Как вы объясните, что у меня знакомый транс Вырос в семье военных? Мы сидим и рассуждаем, кто виноват Давайте говорите, что делать Да, подождите У мамы спрашиваем, был ли мужчина Мы пошли по классическому сценарию Праздник стереотипов Мир настолько разнообразен И в военной семье бывают трансы И в лесбийских парах бывают гетеросексуальные сыновья Как правило, да? Не надо применять тут единую решетку Друзья, давайте подумаем, что делать Сегодня для нас, для всех Что делать? Вызов научиться уважать Научиться принимать С двадцатого и беда Просто потому, что это люди Вы тысячи брать Итак, почему Дима Вы неправда? Такая красивая девушка, друзья Знает наш следующий герой Пожалуйста, встречайте Кто это? Илья Вы друг семьи Насколько я понимаю А, ну да Да, почему Дима Такая красивая девушка? Она просто Ну, пьет гормоны уже Гормоны? Это Илья Это Илья Друг Митя Да Женские? Она около года принимает Женские гормоны Внимание на экран, друзья Илья дружить із Дмитром Тобто Аліною Вже три роки Вони обои з тусовки Емо Там познайомилися І потоваришували Нинішній образ друга Не дивує Іллю Адже жіночий вигляд Мають майже всі хлопці В руси Емо Сам Илья Теж дуже схожий на дівчину Носить довгие волосся Робить макияж Але його друг Дима Завжди Особливо виділявся Був надто тендітним Та ніжним Все увлекались Емо І от Аліна Вона тоже Я не увлекался Как-то Я был в основном Даже больше бритоголовый Что ли Короткострижный Больше на какого-то Гопника Был похож на скинхеда Я не знаю На кого Точно не на Емо Я увлекалась Тоже была таким красивым Мальчиком С потрясенными ресничками Длинними волосами Чёрными Уже в те времена Было очень много Женственных черт И даже по некоторым фоткам Я не мог бы сказать Что это девочка Или мальчик Вин знает Секрет Такой краси Та жіночности Дмитра А есть наоборот Что вы хотите Тем, что сперматогенез От Алины От Алины Получается Нет, получается Что от Алины Ну а если там Всё меньше и меньше Возможности Стать папой Ну это можно Сделать так Чтобы Как обистики Сохранить Об этом думает Когда ты перед глазами Видишь свою копию Об этом никто не думает Об этом думает Только в самый последний момент Милая моя Алина Идите к эндокринологу Идите к врачу Поймите, что здоровье Оно одно И то, что вы сейчас Играетесь Принимая таблетки Принимая себя Увеличение своей груди Отсутствие волос на лице Вы поймите Что вы за это заплатите Через 10 лет Своим здоровьем Да, Тим, прошу Хорошо, подождите Важно скажу Дело в том, что мы делали тест И уже сейчас Возможно Алиса беременна Уже сейчас А давайте мы сейчас Купим тест Если возможно И после программы Вы хотите это определить? Это уже нет Возможно Хотите точно узнать Беременные имени Да, хотим Так, в конце программы Друзья, мы узнаем результаты Действительно ли Алиса Как она сказала Уже беременна Так, давайте-ка Мы забыли про Илью Вышел Илья Мы про него забыли Он нам одну сенсацию Выдал Что на самом деле Его друг Алина Пьет гормоны И вторую сенсацию О том, что Алина Делала пластику Так? Ну, так получается Да Скажите Ваш друг Ваша подруга Вам нравится До пластики Или после? Знаете Мне нравилось То, что было до И нравится То, что сейчас Я понимаю Алину любой Какой бы она ни была Илья Вы ведь тоже андроген Ну, да Но вы ведь Не пьете гормоны? Ну, нет Не пью И вы не носите платье? Ну, иногда Ношу под настроение Но не каждый день Мне пока что Этого хватает Ну, я думаю Что, может быть Я что-то изменю В себе Впоследствии Но я пока На это еще не решился Я пока не уверен Что именно Я хочу поменять Соска бы сидела Просто богиня Логически И как утверждает Алиса Секс у них Остается Ну, таким Как это называть Традиционным Это где-то В параллельной вселенной А какие операции На лице вы сделали Увеличение скул Дважды И подбородок Изменение формы Ага И вы сказали Что вы еще не очень довольны Своим внешним видом Что вы планируете Еще сделать Ну, много чего Например Надбровные Уменьшить Субрать Скорректировать Блефаропластика Удалить Комкебиш Уменьшить Щеки вырезать Щеки вырезать А где у вас щеки У меня вот щеки Смотрите Вот у меня щеки Есть что вырезать А у вас-то где щеки Да, когда я говорю Что хочу это сделать Все задают этот вопрос Конечно Щеки-то нет Алиса Где у Алины щеки А, ну есть Вы тоже считаете Что надо делать Операцию по удалению щеки Она и так красивая Вот Но если она хочет То, наверное, надо Грудь будете увеличивать Ну, если вот Будет возможность То да Вот Алиса бы хотела Да Да, я хочу Чтобы она грудь себе сделала Какой размер Ну, не слишком большой, наверное Третий где-нибудь Третий где-нибудь размер А может быть Операция по смене пола, к примеру Не планирую Не вижу в этом смысла Ну, давайте мы вам покажем Одну историю Мужчины-женщины Может быть вы удивитесь А может быть и нет Внимание на экран, друзья Олександра колись Була чоловіком Ее звали Дмитром У детинстві Колишній хлопчик Не розумів Чому ему подобаются Дівчачі забави А коли Дмитро закохався в красивого молодого чоловіка Усвідомив И с ним Щось не те Не може чоловік Кохати чоловіка Він, мабуть, народився Не помню, где По-моему С ним Или с ней Назовем так Какая-то передача была И я ее смотрел Ну, я не могу вспомнить, что это Может быть, мне напишите в комментариях Кто там уже прям С чем там уже Чуть не десятилетие сидит Ну, я помню, что был Випуск Какой-то Может, тоже Говорит Украина И она приходила Стоп А была она или он Там, где мужик в платье был Не в тому тілі Дмитро був готовий Навіть покинчити Життя самогубством Але знайшов вихід І зробив операцію Зі зміни статі Уже майже 20 років Дмитро Да, по-моему Напишите, если я прав По-моему, это ж было Это, блин Было или было Уже была эта героиня В прошлом мужик Как раз в том выпуске Что говорил, что вот Где мужик Девал Платьечко Я вообще ходил Постоянно голый Говорил, что нам Дужно отменить трусы Живе, як Олександра Каже Дуже счастливо Я ни капли не жалею Потому что я считаю Глядя на меня Я вполне роскошная Полноценная девушка У которой нету никаких проблем У меня есть хорошие друзья У меня есть хорошая работа У меня есть семья Меня многие люди уважают Я думаю, это самое главное в жизни Ну, смотрите Вы говорите, что Совершенно пока Не думаете Об операції По смене пола Ну, конечно Но по большому счету Вы уже на пути к этому Не обязательно Ну, как не обязательно Вы уже пьете гормоны Причем занимаетесь самолечением Вы чувствуете себя девушкой Просто не будет Писок уже может стоять Вы уже сделали пластические операции Вы еще хотите делать пластические операции Ну, впереди только операции по смене пола А почему? Нет, подожди Потому что Ваше Алисе даже это нравится Ее возбуждает женское тело Алиса сказала, что ей нравится что-то другое Это женское тело А не женские органы Я полагаю, что Это происходит Потому что люди Разочаровываются В отношениях Мужчина и женщина В этих стереотипных отношениях Они разочаровываются И ищут другой способ Других близких Другое понимание Другие виды отношений Потому что Сейчас мы живем в такое время Когда это возможно Наталья не согласна Нет Ну, мне кажется Что в любое время И в рыцарские времена И сейчас Мужчина должен быть мужчиной А женщина должна быть женщиной А вы можете ответить на вопрос Что это такое Во все времена Можете ответить на вопрос Во все времена На какой-то вопрос Все знают Все знают, что такое Женщина рожает Мужчина зарабатывает деньги Нет Ради бога Они сейчас и по-другому рожают Это не Дорогая моя Алексей Нет Понеслось Мужчина будет зарабатывать деньги В каком виде это будет делаться Вопрос второстепенный Нас интересует Что вы думаете по этому поводу Друзья Оставьте, пожалуйста, свой комментарий На нашем сайте А адрес его сейчас на вашем экране В психиатрии Здесь все четко сказано А учитывая того, что мы все Придержим сегодня международной квалификации болезней В Украине 10-го пересмотра Там есть графа Их даже две F5 и F6 F64 сейчас кажется, да? Умница! Умница! Знаешь! Но дело в том, что Все здесь есть Как раз Или физиологически, или физически Или расстройство личности Раньше это называлось психопатия Понимаете, это внутренне заложенная болезнь Так подождите, я хотел бы уточнить Значит, Всемирная организация здравоохранения Рассматривает Антрогинность как болезнь? Международная квалификация заболевания Оно так и стоит Послушайте, ну может быть на самом деле Радикальное лечение этой болезни Просто-напросто операция по смене пола? Вы знаете, давайте мы не будем говорить О радикальном лечении Мы будем говорить о том, что если мы даем права Тому, что не принято в обществе, в стандартах То следующий этап это побежать на четвереньках Тело-то выросло, а в духе человек не вырос Вы знаете, я очень с этой позиции Вот как бы благостно отношусь к законодателю Потому что в основу законодательных нормативных актов Положена и мораль, и нравственность Подождите, законом ограничены определенные деяния, да? Никакая нравственность в него не заложена Законом это ограничено Брак это союз мужчины и женщины У нас так поведено Но извините, пожалуйста Если мы будем все жить по этому закону Это ущемление прав людей Вот и все Но потому что каждый человек сам определяет С кем ему жить Женюсь на котах Котика возьму А че нельзя? У нас с котом платонические отношения Коту нравится Извините, пожалуйста Они те люди, которые сидят в парламентах И собачка Они не имеют на это права Можно по законодательству По законодательству Это союз мужчины и женщины И смена пола полностью разрушит этот союз Ни в коем случае Алина не сделает в этой стране Операцию по смене пола Потому что связь между женщиной и женщиной Законом не подтверждает Если вы позволите, конечно Татьяна, так все-таки Смогут ли Алина и Алиса иметь детей? На сегодняшний день Надо вообще посмотреть состояние И всех анализов Гормональный статус Но дело в том, что Под влиянием гормонов Меняется же и качество сперматозоида Вот о чем я и говорил Что там высока вероятность Потом таких патологий Не факт Но ядрыть мадрыть Которые остаются То есть, ну вот Да, и мне вот просто интересно Вот сейчас вот Если возможно, Алина Ответить на вопрос, Дмитрий Как длительно вы собираетесь? Вот если вы закончите пить женские гормоны Или ничего не произведете У вас же начнут все Как бы развиваться в обратном порядке Кстати, говорят Прекращение терапии Эффекты на здоровье Тоже гораздо хуже, чем это ее начало Гормоны нужно пить всю жизнь Вы об этом знаете прекрасно Что эту терапию Да, то есть вы согласны Зная все противопоказания И зная, что Вы согласны пить вот Настолько вот препараты Или вот я вот хочу Конечно То есть неужели вам не страшно? Мне с них 12 лет Их насильно стали скармливаться Алина, ну неужели вам на самом деле Не страшно, вот Когда речь идет об этих опухолях О таких проблемах со здоровьем Вообще Неужели вам не страшно? Ну а курить не страшно? Рак легкий Не знаю, я не курю Ходить не страшно, машина собьет Нет А еще что-нибудь случится Нет, тогда и рождаться не надо было Потому что вся жизнь это опасность Мне кажется, если я очень сильно буду Свою здоровье, бояться Скорее курить бросить постараюсь Потому что это вреднее А вы курите еще даже? Ну, мало Скажите, пожалуйста А я вот сегодня всю программу смотрю На вашу руку Вы позволите? Извините, пожалуйста У вас рисунок здесь и шрамы Это что такое? Это эмо Проходите, пожалуйста Минуточку Это другой вопрос Вот посмотрите Ага А чем это вы делали? Это даже недовольно-то так Чем это вы делали? Лезви Лезви Для кого это вы делали? Ну, ругались В столице ругались? А я вас потеряю Смотрите, это у вас не один раз Ну, это по мелочи Это 108 раз Когда вы первые это сделали? Когда весной, получается На самом деле, я с вашими коллегами Очень много общался Они считают, что это все нормально Все правильно Я бы вам сказал Все-таки обратитесь Вы часто общались с психиатрами? Ну, конечно Вы после вот этих попыток обращались к ним? После попыток был разговор, но я как бы все объяснил ситуацию, все нормально просто Ну, вы знаете, я понимаю, человеческий фактор, это очень сложно Найдите психиатра, Димочка, найдите психиатра Правда, я вам скажу Пожалейте маму, я вас прошу Себя пожалейте Пожалеете, если я вас зарисовала девушку быть, да? Мы еще не решили, поверьте, мне очень не решили Митя, вы не решили Послушайте мне, правда? Очень не решили Это просто вам так хочется И вот ваша дорогая девочка Вот ваша дорогая девочка, которую вы любите Я к вам обращаюсь Да Пожалеете, мальчик, вы пожалеете Я вас прошу А в смысле пожалеть? Да, пожалеете В смысле пожалеть? В каком плане? То, что он сейчас делает И таблетки, и все остальное Вы через пару лет его просто потеряете Однозначно потеряете А вы потом умерите Потом вспомните Просто вспомните вот это все Потеряю в каком плане? Просто Он перестанет? Он выйдет за хлебом и не вернется У вас существует Это как? Это как? Проходите, пожалуйста Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Вы порчу наложили? Прокляли? Что вы имеете в виду? Значит, вы сейчас сказали весьма, весьма печальную вещь Что если все оставить так, как есть То через пару лет Алиса потеряет Алину Как человека, это что значит? В каком плане? В каком плане? В каком плане? Что если все оставить так, как есть То через пару лет Алиса потеряет Алину Как человека, это что значит? В каком плане потеряю Но дело в том, что вы очень правильно говорили Что все меняется Так вот, ваши отношения Ваши отношения сегодня носят такую форму Но судя по тому, что делала Митя Вот Вы видели, да, что он делает? Видела Знаете, что это такое? Знаю Это попытки суицида? Конечно Конечно А как же? А как же? Но Вы предпринимали их не раз Это демонстрация Это привлечение к себе внимания Это демонстрация И это она вот говорит, что Он говорит, что он обращался там и так далее Когда я начинала гормональную терапию У меня были скачки психики Которые потом прекратились И я их уже переживаю И сейчас все благополучно То есть вы больше не режете себе Нет, конечно И знаете, попытки не считаются А вы знали, да, что столько было попыток самоубийства Или там демонстрационных каких-то попыток? Да Вас это не пугало? Пугало Почему он это делал? И не повторится ли это снова? Если он дальше будет играть в девочку? Куда она знает? Это опасная игра, я про это и говорила Что это опасно, это смертельно Но ведь это настолько опасно Потому что психика очень неустойчивая, когда происходит такое Просто в разнос идет Так может быть на самом деле просто умыть, запереть и дать ремня? Я правильно сказала, что это для них игра Не поможет То есть пускай играет дальше в такую игру? Дать ремня Но какое решение вы приняли как мама? В жопе ему дать Быть все время рядом Любить Любовь подскажет решение И сегодня, кстати, я услышала Вот мне некоторое недостающее звено В какой момент произошло заклинивание Потому что когда Митя чем-то увлекается У него какой-то заклинивание идет Момент, когда он сказал Что на улице его Когда вот Эмма Когда стали принимать за девушку И вот это вот какое-то дало толчок Ну а дальше вот все остальное Выгоды Такой внешности В том числе и пиар В котором обвиняют Так слушайте Все-таки вот это ваша свадьба Может быть это действительно пиар? Может быть это розыгрыш такой Чтобы прославиться Может быть у вас У вас есть документы с собой Подтверждающие, что вы действительно Заключили официальный брак? Я вам должен сказать, что бумага Действительно вполне официальная Выдана она Кутузовским отделом ЗАГСа Управление ЗАГСа города Москвы Это в России Значит, все действительно официально Сейчас я еще посмотрю в паспортах, друзья, проверю Значит, вот это паспорт Алины И вот штампик Так И паспорт Алисы Послушайте, это лишний раз доказывает, что мы живем в демократическом... Смотрите А, Алексей Так, подождите, еще штампик Я хочу задать вопрос ребром Да, ребром Вот штампик, пожалуйста, здесь есть Нет, хочу задать вопрос ребром Можно? Официально Мужик и девочка поженились Просто мужик Такой Интересный Да, конечно Можно? Для чего мы здесь собрались? Для того, чтобы сказать браво, поклониться и сказать, как это хорошо Для того, чтобы сказать это плохо или сказать может быть Может быть Мы должны понимать, что мы несем посыл тем людям, которые нас смотрят Мы хотим разобраться, почему это все происходит Это не пример для подражания, это выбор Выбор этих людей, очевидно Это не выбор Это не выбор Алексей Это просто факт А что если им все равно? О чем мы здесь говорим? Они наслаждаются вниманием, которое мы им уделяем И это прекрасно Они получ... Конечно Вот об этом на самом деле говорит наш следующий герой, друзья Еще кто-то Он убежден, что все это, друзья, ради славы и ради денег Встречайте, пожалуйста, Антона Не, ну давай так, честно, вот, говорит Украина, конечно, тут и есть свой прям... Я даже не знаю, как правильно назвать... Свой... Да мне даже слов нету Своя фишка, что ли, ну там один за всех Там трэш, убийство, насилы и так далее Касается каждого Там бывают аватары в основном и так далее Говорит Украина, ну это просто какой-то трэш Так все-таки Антон или Малика, как лучше? Это Антон Малика Как вы считаете, зачем эти девчата, Алина, Алиса, поженились? Мое мнение, то, что это все пиар Давайте-ка посмотрим, кто такой, собственно, Малика Внимание на экран Запорийский хлопец Антон Агапонов За ради сцены став андрогином Хлопец из детства мріяв про шоу-бизнес Та карьеру артиста Тепер у родному місті Запорожжя Ну это какая-то травести-дива Манрода Обулярная співачка Малика Антон долго шукав свой образ И зрозумев Его высокому та тоненькому голосу Та еще и тендитні зовнішності Больше пасует девочий образ Тепер Антон Яскрава блондинка Яка завжди носить сексуальні сукни Він мріяв про світову А прям вообще красавица Я смотрю, та ти шо, просто богиня Славу Маліка, так, значит, вы считаєте, что у ребят сейчас есть все для того, чтобы прославиться И, собственно, эта свадьба тоже для того, чтобы прославиться Дело в том, что если бы они хотели бы этим заняться, они бы это делали бы не афишировали бы это все Мы это не знали, мы не звали гостей, потому что это всего лишь официальная гражданская процедура, а праздник мы планировали позже Но подождите, вы специально пригласили телеканал на вашу свадьбу Мы не приглашали телеканал А, телеканал снимал нас еще раньше до свадьбы То есть, ну подождите, но вас же нашли, вы же фотку разместили Фотку нас сфоткали на телефон Мы ее вывозили вконтакт на свою личную страницу, чтобы вы поженились Послушайте, 21 век, вы выкладываете яркую фотографию Собственно, вот это вот кто снял? Это снял наш знакомый на телефон Это же даже не... Но это тоже, простите, в сети появилось Ну а почему бы не выложиться своей свадьбой? Вы обмачицы, я читала ваш пост размером со страницу, где вы описывали события вашей церемонии Не надо рассказывать, что вы тут белый и пушистый, и мы захотели зарегистрировать брак А тут, значит, фотография просочилась Девочки, вы писали И давайте уже не управить Вы писали об отношении ЗАГСа Конечно Причем нам задавали вопросы в соцсетях Нам задавали много вопросов в соцсетях И очень просили, чтобы мы рассказали и поделились, что же там все-таки было в ЗАГСе И все, мы ответили на вопрос Хитрят Это все-таки пиар или это семья? Это пиар Вы же хорошо зарабатываете на образе андрогина? Да То есть вы изначально ведь не были андрогином? Так как я увидела, что мне этот образ подходит, я решила этим зарабатывать Как красивая женщина? Но я не пиарилась Я могу только пиариться, петь на концертах, на шоу разных И этим потом ездить зарабатывать, делать гастроли Но а так, как получается, они сделали пиар и что они будут ходить в свадебных платьях по клубам? А неужели вы разницы не видите? А у них свой интернет-магазин, они себя рекламируют Стоит, что их на программу пригласили Вот андрогин, человек, который называет себя андрогином и человек, который называет себя девушкой Как вы разницы не видите? Поэтому она и не хочет в свадебном платье, потому что она не девушка Дело в том, что смотрите, Антон, да, вот Малик Антон, он зарабатывает этим деньги А в социуме, да, вот допустим, вот сейчас пойти ему переодеться или пойти вот с друзьями где-нибудь погулять Он абсолютно оденет штаны, оденет кроссовки, завяжет свои волосы, умоется и пойдет как парень А как вы думаете, когда вы лучше выглядите? Когда вы как девушка или как мужчина? Я выгляжу всегда красиво Малик, вот у меня к тебе вопрос Ты наверняка встречала очень неодобрительную реакцию на себя Ты встречала возможную агрессию, осуждение, правда ведь? Да А зачем сейчас людей шаблонизировать и говорить, это плохо, это хорошо? Ну почему ты? Ладно, сидят эксперты, у них свой взгляд на это Я понимаю, это кринолога, это классическое образование И с детства говорили, это хорошо, это плохо Но ты человек новой формации Какой формации? Раздвоение личности, это шизофрения Ты молодая Это определение Я же не иду, я не иду по улице А почему андрогин критикует андрогина? Да, не, почему травистиартистка критикует андрогина? Ну как это возможно? Мне кажется, когда мы научимся проявлять больше уважения, понимания к другим людям, нам станет жить намного лучше, друзья Но на самом деле Наталья назвала это шизофренией Нет, подождите, я сказала, что вообще раздвоение личности, это хорошо или плохо? Я всегда считала, что это плохо Более того, я считала, что это диагноз Может быть врачи меня... Раздвоение личности в чем, я не понимаю Если для Алины, Алина себя чувствует девушкой, а Малико это ее работа Подождите, Алина чувствует себя девушкой, оставляя себе, извините, нечто ниже пояса, что предполагает, что она мужчина Ну и что? Это не раздвоение, тут она женщина Это работа Малико Я говорю о другом Более того, когда я спросила, это хорошо или плохо Нет, я все-таки говорю, что я мужчина Сегодня я Малико, а завтра я Антон А послезавтра я ежик Но я не знаю Именно поэтому вы не считаете, что это нормально? Но подождите, для меня шизофрения... Я ежик Но я пошел Вот это для меня шизофрения, понимаете? Правильно, но я же не знаю, в какой момент у него щелкнет Было бы серьезно А однажды я здесь был в килте, в юбке, но я не считаю себя шизофреником при этом, понимаете? Боже упаси, вы олицетворение мужчины Нет, ну серьезно, нет, Наталья Я серьезно говорю, я тоже в рюкахожу Алексей, ваш пример, это не раздвоение личности Абсолютно нет, ваш пример, это трюк артиста А Наталья говорит о раздвоении И очень правильно она заметила, что вот здесь она женщина, а там она все-таки мужчина Вот это вот элемент того, что есть раздвоение И здесь идет речь не о чувстве Это не чувствует себя женщина Это внушенная ей Комментарий, если человеку окей здесь быть с грудью, а там быть с пенисом Почему это нас так волнует? Это ее выбор, это ее право на жизнь Так, прошу вас И я хотела сказать о том, что раздвоения тут никакого нет И полчерека не зависит от того, что у нее между ног находится Я вот живу с ней, я чувствую, понимаю, что это полноценно нормальная девушка Знаете, что семья Алины и Алисы на самом деле уникальна Перед этой программой мы искали на самом деле информацию про других андрогинов Которые создали бы официально при этом свою семью И не нашли таких примеров Возможно, та пара невест, которая сегодня у нас здесь в студии Единственная в мире Хотя, конечно, андрогинов нынче много И это модно Внимание на экран, друзья Это модно Человеки, которые схожи на женок, очень популярны Теперь хлопцы примиряют на себе Платья, спидницы и высокие подборы Андрогины Начинать через 5 лет Это мой новый сарафан Змислют свои позиции у свете Чего лише варта перемога на Евробачене цього року Кончити вурст австрийской співачки, яка насправді є Томасом Нойвертом Послушайте, но ведь можно же говорить сейчас о так называемых социальных андрогенах Вы понимаете, о чем я говорю? Когда действительно это модно, это насаждается и становится таким культом Алексей, не забывайте, это удобно Это побег от себя, побег от ответственности Дело в том, что когда проводили, кто будет наиболее симпатичный певец Как выбрали Майкла Джексона? Выбрались, провели исследование и поняли, что всем девочкам и мальчикам нравится женоподобность Но самое печальное, на мой взгляд, как рася психиатра Во всем этом андрогенном движении Дело в том, что, и очень правильно говорит Монро Снятие с себя ответственности А людьми без ответственности очень легко управлять Сегодня общество управляемо А как им управлять? Свести их конкретно, вот к этим, хотел сказать, медикам Может быть, это просто модно и красиво, и все, может быть, не так все глубоко Такими людьми хорошо управлять Все Слушайте, но их же не заставили сделать Это же все-таки они по-большому У вас, скажите, уважаемый психиатр сказал, что исследования показали, нравится женоподобное Почему? Потому что это просто красиво, это более красиво А мужские мускулы не хороши Нет Вам нет Но есть мужчина, и есть мускулы, и есть сила, мощь Мужчина, который способен защитить женщину Я вот слушаю, это праздник абсурда Наконец-то мы эволюционировали до такой степени, что нам можно быть собой Что мы не должны соответствовать чьим-то ожиданиям о нас Я хочу еще рассказать, я с вами абсолютно согласна Самое важное, действительно, оставаться собой И для тех людей, у которых быть собой, это связано со сменой пола, окей Но в данном случае, как мне кажется, мы имеем дело с очень молодыми людьми 19-24, то есть это первое их романтическое чувство, скорее эксперимент И в данном случае даже то, что вы пошли и сразу зарегистрировались Для меня звучит как провокация ваших родителей Почему? Да потому что сейчас такая тенденция, что до 40 Они детей забудут, а до сих пор не расписываются Все любят жить в гражданском браке А вот эта вот история, мама, мы расписались Мама, теперь мы живем у тебя Мама, я теперь становлюсь женщиной Как тебе? Еще не волнуешься? Алексей, ну почему быть похожим только на женщину всем? Это красиво Это что значит красиво? Ну почему не всем? Это вот просто Алина для себя так решила Потому что папы не было, мы же сказали Вот в частности, да? Женщины это прекрасный пола, не мужчины Алексей, Алексей, что такое мужчина? Это плечи, это сила, это мощь, женщина Руку опусти Да, сказали Плечи, это сила, это мощь, женщина, это более нежная Сильная женщина Да, да, да Я сильна своей слабостью И он не смеет поднять на меня руку Я бы по вам это не сказал Я хочу сказать, что мужчина и женщина так же, как муж и женщина Такая, я сейчас эту руку в жопу засуну Я говорю, блин, еще раз поднимешь мне Так же, как мать и ребенок Это комплементарные роли То есть взаимодополняющие Не существует роли мужа без роли жены Не существует роли мужчины без роли женщины А почему мужчины должны быть только женщинами? Знаете, вот если бы этому учили в школе Возможно, они бы здесь не сидели Послушайте, вот может быть вы андрогины Только потому, что это модно сейчас? Я не андрогин вообще Ну, андрогин можно так условно назвать Потому что есть мужское что-то А вы кто тогда? Я девушка Просто девушка с сюрпризом Так, подождите минуту Девушка с сюрпризом Сюрприз, сюрприз Вот так в Таиланд тоже будут некоторые едут Думают, что спали с девушкой А там девушка с сюрпризом Подождите, подождите Вы физиологически Вы парень Похожий на девушку Значит, вы андрогин? Ну, если хотите, вы можете так называть Но я себя считаю девушкой Я не говорю себе как о парне Почему вы девушка? Потому что вам так нравится все-таки? Или это мода какая-то? Я так себя чувствую Или это все-таки мода? Нет, это не мода Потому что мода меняется каждые полгода Каждый год этот тренд Это все неактуально Уже даже модели андрогина уже сходят на нет Одна свадьба двух невест Вот тема нашей сегодняшней программы, друзья Две девушки официально расписались в ЗАГСе Раз Митя начал ходить в платьях То логично, что и, собственно, на свадьбе он будет в платье Кисик, кисик, кисик Вот это вот сминать и тискать По большому счету, мне всех очень жаль Одна из невест андрогин То есть парень с девичьей внешностью Я себя чувствую девушкой Я встречаюсь с лиродевкой То есть девушку, у которой есть слен Вы знаете, это заплатите через 10 лет своим здоровьем Слушай, но ведь быть андрогином – это еще и прибыльно Ну вот Малика, к примеру, да? Или, а, нет, Травис и Дивы это не касается Ну вот, к примеру, да? Но, тем не менее, все-таки же это жесткий образ Вы знаете, быть – это прибыльно А вот казаться – это забвение Но вы же зарабатываете? Все зарабатывают Но вы на своем образе зарабатываете? Да Малика, а вы ведь тоже зарабатываете? Да А Алина, Алиса, а вы? Мы зарабатываем сами парикмахерскими услугами Интернет-магазином То есть никак не образом? Нет А вот после вашей свадьбы стало больше у вас клиентов? Больше Больше? И цены вы повысили? Нет Вот сегодня Алина и Алиса здесь у нас в студии доказывают свою чувственную любовь Сидя обнявшись, периодически целуют друг друга Эти люди, эти девчата хотят действительно создать самую, что ни на есть полноценную семью И даже они задумались уже о детях Алиса несколько минут назад здесь в студии сказала о том, что возможно она даже беременна И согласилась пройти тест на беременность Это все в силе? Да Это все в силе Дима, Алина, вы согласны пройти исследование на вашу репродуктивную способность? Да, конечно Так, вот здесь вот вы даете всем согласие И здесь у нас специалист сидит И вы после программы сдаете этот анализ Да Ну а сейчас давайте-ка вернемся к вопросу о том, как на самом деле зарабатывают травести и дивы Малика Да, вы выступаете, поедем Она верит ветрам и цвету воды Она знает мир, обид и вражды Она знает цену, молчание обманов, тяжких провинций Она не хочет каждый вечер оставаться одна Она устала встречать рассветы возле окна Она не может жить Она не пустила Она не пустила Она не пустила И ты Спасибо Какое же это все-таки счастье Не бояться быть самим собой Друзья, не переключайте прямо сейчас результаты анализов Алины и Алисы Возможно, они уже полноценная семья Мы сделали тест, он отрицательный Мы сейчас пойдем к эндокринологу Проконсультируемся На сегодняшний день надо пройти полное обследование То есть полное обследование гормональное В связи с тем, что вы пьете женские половые гормоны Надо посмотреть и женские гормоны И тестостерон Причем тестостерон весь И общий тестостерон есть анализ И свободный тестостерон И шо? Все нормально? Да С учетом того, что тестостерон Это основной гормон мужчин Мужской половой гормон То в данном ситуации у нашего героя Так как это критически низкие пороги Даже не на нижней границе А во много раз ниже А, то есть у нее 3 А должно быть минимум 4 Максимум 100 Нижняя граница Ну не то, что максимум Даже там может быть на райдеесте То вообще там шкалит Помимо риска развития Как и психологических Так и сердечно-сосудистых заболеваний Речь об отцовстве На сегодняшний день Категорически отрицательна Вот и все Да, ну выпуск согласитесь Прям туда смотрел Ух ты шо Ну вот скажите Ну вот хотите Ну вот чтобы подобные выпуски Выходили вот Параллельно с один за всех Касается каждого Ну реально Ну сделайте так Чтобы я это заметил Лайком, комментарием Подпиской Я с радостью буду Вместе с вами смотреть подобные Можете советовать Какие выпуски Прям тоже говорит Украина Стоит посмотреть Что прям такое аж Интересное Вот прям стоит Стоит Но это только Тогда Когда я вижу Что и вы Тоже этого хотите В просмотрах В лайках В комментариях Тогда есть Смысл Это все вместе с вами Смотреть и снимать Вот такой вот выпуск Я получил Море удовольствий И надеюсь Что увидимся В новых выпусках Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok